Ладно, открываю дверь и захожу, и прямо на сцену! Вот теперь трибуна, и я прямо оказался, оказывается, у них там коридор такой, значит, эта дверь у них, оказывается, закрывается, открывается, только это братский совет, мы ходим на совещание, пошукаются, что-то там, вот, значит, а здесь, представляете, дверь была открыта, и я попал прямо, вот это, да, думаю, собрание стихла, представляю, это старая писятиническая церковь, еще воронаевского такого, да, направления, да, значит, и, значит, там, короче, в основном дедушки и бабушки, дедушки и бабушки, они там, ноги присели, а, значит, а сзади там одна женщина, она на меня пальцем так тычет, короче, с этой женщиной, я запомнил ее, я потом познакомился с этой семьей, ну, с другими семьями там пообщался, ну, за месяцы последующие, вот, оказывается, она сидела со своим мужем, там это у них не принято, но его посадили туда, туда, значит, на карантин, как бы, да, на замечание, как бы, да, вот, а почему его брат стал харизматом просто, вот, как бы, да, вот, его, как бы, хотя он говорил, клялся, божился, что он ни при чем, ни слух, ни духом вообще, но его на всякий случай, на карантин туда посадили женщину, то есть, вот такая ортодоксальная церковь, нет, со своими таракадами, но очень хорошая церковь, ну, вот, по-своему, везде свои какие-то особенности есть, вот, нет, а многие братья, там, сидевшие за веру, и не раз, там, и, значит, там, и по делу, и не по делу, значит, и вот, как бы, и вообще, значит, ну, нет, очень интересные братья, очень интересные, там, епископ сидел, там, значит, за Христа, значит, там, и, там, ихний, старший епископ уже, как ушел в Вечность, мне потом рассказывали, он, при людях, там, по воде ходил вообще, туда и сюда, значит, там, реку переходил, мост смыло, а там, значит, жила сестра, которая, значит, хотели причастить ее перед смертью, уйти в Вечность хотела, она просила, а там разлив начался, значит, и мост смыло, ни лодки, нет, ничего, и после собрания, там, вышли к берегу, ну, все, че ж, сестра, ну, помолимся отсюда, с берега, а этот епископ, вот, нет, она должна сегодня принять причастие, да, вот, и, короче, присутствии, там, людей, эти братья, мы были еще молодыми верующими, в шоке просто, по воде пошел, мы, так, короче, на коленях и стояли, все это время, сколько часов он там был, потом обратно, так же, по воде вернулся, значит, яку по сути, как говорится, вот, значит, и, ну, то есть, героические такие братья, прошедшие очень многое, конечно, со своими тараканами, там, какими-то своими, там, особенностями, вот, не без этого, у всех свои, какие-то особенности свои, вот, и, интересные братья, ну, ладно, а вот та женщина, оказывается, она видела сон, накануне, там, загодя, видела сон, и видела, она, короче, ночью даже разбудила мужа своего, вот, но муж ей не поверил даже тогда, родной муж, представляете, она еще разбудила и говорит, Петя, представляешь, что мне снилось сегодня, вот, наше собрание, и вроде все обычное, как вот, ну, всегда, и вдруг говорит, угадай, кто проповедует, ну, он-то начал гадать, может быть, братья с Беларуси приедут, пророки какие, или, там, епископ из Брянского, там, не-не-не, поп стоит и проповедует, короче, он ей сказал, нужно меньше есть на ночь, короче, это уже не от Бога точно, попу уже снятся уже, короче, церковь в обед сто лет, никогда попу не было у нас, короче, и не будет, совершенно, ну, это Григорий вот так вот сказал, а сам, ну, понимаете, а я взял и пошел, вот, Бог взял и привел, так вот, принес, как на крыльях орла, как говорится, да, вот, значит, и потом в собрание пришло в себя, так понемногу, вот, значит, первым пришел в себя, там, пресс-фитер, второй, который помоложе, вот, ему так лет 70 было, такой где-то, да, самый старший, он еще Воронаева помнил, там, да, он так и сидел, там, вот, значит, на месте, вот, значит, и этот, который помоложе, пресс-фитер, он подошел, значит, там, видит я, трезвый, как бы, не буянь, как бы, спокойно, просто ошибся дверью, как бы, вообще, первый раз, ну, посадили меня среди гостей, вот, и, ну, думаю, ладно, что же делать дальше, и вот, вышел один старичок, такой, седенький весь, и сказал, споем общим пением, псалом номер, там, 700 такой, все встали, ну, я тоже встал, что, рыжий, что ли, я тоже встал, значит, стою, значит, а про себя так думаю, думаю, о чем могут петь сектанты, типа, о моей секта, о моей секта, какие-то, какие-то глупые мысли бы меня посетили, не знаю, я так уничижительный, как-то так вот о них думаю, у нас там понятно, что поется, значит, там, там, а здесь, ну, и псалом номер 700, мне это тоже немного не по себе, ну, ладно, хорошо, но когда запели, не знаю, я, я в том пении, знаете, я, значит, лишь об одном просто, я, ну, лишь бы мне не разрыдаться, еле себя сдерживал просто, пели о любви Христа, о самом главном, о самом важном, и даже не только слова, кстати, они пели так вот по-деревенски, так, знаете, с подбыванием таким вот, я слышал разные исполнения потом этих, этой же песни, допустим, других песен, которые они поют, но они пели не просто по сборникам, они пели вот по-старому, как-то вот по-старому, так интересно, и вот, как моих в храме бабушки пели, старинные эти бабушки, вот, и это было потрясающе, и псалом такой, любовь Христа безмерно велика, начала нет и льется, как река, и как волна лапзает берега, и глубока, светла и широка, и если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить, и как спаситель всех людей любить, прийти скорей, скорей тебя он ждет, давно стоит у каменных ворот, стучит к тебе, открой уже пора, прими любовь, без злато серебра, и если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить, и как спаситель всех людей любить, он возлюбил тебя, меня давно, он возлюбил и тех, кто лишь одно, твердили нет, и поднимали смех, а он с любовью призывает всех, и если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить, и как спаситель всех людей любить, о, если б знал, живущий на земле, любовь Христа, лишь ею дышат все, и если б Бог любовь отнял на миг, то этот мир давно б уже погиб, И если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить и как Спаситель всех людей любить. Аплодисменты Господу Иисусу. Знаете, это нельзя никак подделать, построить. Это действительно чудо. И потом, когда уже после собрания, после служения народ не расходился, и там пресвитер потом сказал, что может быть у гостя есть, ну ко мне обращаясь, какое-то слово, приветствие. Я как бы так не ожидал, но вышел и впервые в жизни. Я помню, это так тяжело мне было, так трудно было сказать эти слова. Вот знаете, я братьям и сестрам, ну говорю, братьям и сестрам все, православным, да. А чтобы не православным это сказать в собрании, это я просто выдавливал из себя. Но я выдавил, заставил себя это сказать. Потому что действительно, пусть я там не понимаю, пусть это, конечно, их церковь, она совершенно не похожа на то, что я обычно церковь представляю себе. Пусть это все совсем у них по-другому, другая догматика, все, нет иерархии, и правопреемственности. Вообще ничего нет по моему представлению, допустим, церковному. Как с другой планеты вообще. Но, знаете ли, пришельцы, не обижайтесь, да. Пусть даже не оттуда. Действительно, что Бог, Он здесь, сейчас. Пусть это все непонятно мне. И я сказал, что братья и сестры, я сказал, что да, конечно, мы разные, разные служения, я не привык к такому служению, которое сейчас я видел, но мне очень понравилось, говорю, особенно вот эта песня очень понравилась. Мне подарили сборник такой, песнь «Возрождение» подарили, вот, и еще пару там литературы дополнительно для классного чтения, как говорится, да, такое интересное очень. Вот, но вот этот сборник мне очень прям по душе был. Я потом уже приходил к ним, приезжал, ну, я уже потом стал так вот конспирироваться, чтобы не было сильно разговоров, там, рясу снимал, как по гражданке приходил. Ну, все знали, что я батюшка, значит, ну, ладно. Вот, и я, значит, там эти все песни слушал с превеликим удовольствием вообще. А потом переписывал от руки, там, ну, с десяток другой экземпляров для своих бабушек, певчих. Вот, и, значит, раздавал им, вот, говорю, бабушки, вот, внимательно эту неделю изучайте, выучите, да, наизусть. Вот, будем репетировать с вами после все нужного бдения, да, значит, после другие, оставаться будем, вот, и будем распевать еще в храме такие песни. Вот, а там она одна была бабушка такая, ну, такая была завсегда, да, и вообще ее там все уважали очень сильно. Там, значит, ни одно событие не проходило религиозное мимо нее, значит, по округе. Вот, значит, и, ну, она выросла на клиросе, замуж так не выходила, вот, и всю жизнь там на клиросе пела, читала. И, представляете, эта бабушка, местный авторитет такой, вот, после недельного там, да, отсутствия, она приехала, она с другого села была. Вот, значит, и ко мне подошла, вот, и чуть не плачет. Думаю, что такое, интересно. Батюшка говорит, я, вот, всю жизнь вот так вот, ну, вот, и верующий, вот, и, значит, вот, пою, да, вот так. Но таких песен никогда не слышала, слушайте, вот, не читала. Такие стихи хорошие. Я, говорит, проплакал, проревел, вот, все. Каждый вечер, говорит, читаю, читаю и плачу, вот. Вот, где вы такие взяли стихи? Я, говорю, ну, я батюшку вместо того, тогда, говорю. Не стал рассказывать, а то, думаю. Там, греха не берешься потом. Вот, ну, мы с ними разучивали эти песни и потом пели. Так здорово, да, и Любовь Христа пели в храме. Вот, значит, и другие песни там, классно, мне так понравилось вообще. Ну, рано или поздно все это, шило в мешке не утаишь, как говорится. Оно все узналось, конечно. Вот. Вот. Вот, хотя в начале там посещаемость храма увеличилась, конечно, народ стал уже, даже в обычные воскресные дни уже там, как на Пасху прежде, прежний год был. Значит, то есть полный храм. Вот это да. Вот, даже там завсегда-то и удивлялись, что ж там там, меда намазанных, а почему все их туда, зачастили все. Вот, значит, вот, а каждое служение там, ритургии прервал, ну, раз, ну, 7-10 даже, наверное, раз. Вот, на короткие такие разъяснения, короткие беседы там, и что означает вообще-то. И людям огонек появился у людей в глазах, они стали понимать, что происходит вообще, ну, в храме вообще, к чему это вообще все это. Вот это да. И мне самого интересно жутко стало вообще с ними общаться так вот. Вот, и потом, ну, стали, конечно, слухи поползли, что батюшка, видимо, другой веры, да, вот, ну да, не пьет, вот, и, да, батюшка-то не настоящий, да. Это даже не мусор писал, собственно, и не борода из вата, там серьезное дело там было, да, значит, да. Короче, да, а, кстати, там привезли эту бабушку с другого какого-то, с далекого села вообще, с Белоруссии, кстати, привезли, да. Ну, там была слепая, значит, но тоже она ухом остром, вот, значит, и она все знает вообще. Вот, значит, эксперт местный, вот, значит, что-то, ну, меня просканировать, как бы. И вот, и она такое выдала моим уже женщинам, там, за ящиком, ну, моей группе, как бы, прославление, как бы, когда собрались они там. Она сказала, а ваш батюшка Штунда, какой Штунда, он же православный батюшка, в рясе с крестом, я, говорит, не вижу ничего, но я слышу, я, меня, она рассказала так, что я еще была девчонкой, и, короче, Штунды на собрание свое замолили, короче, вот, и он говорит точно так же, как там говорили, вот, точно так же, да, вот, он так же рассказывает все, вот, как-то те Штунды, вот, тогда, вот, да, да, вот, ну, а потом, конечно, да, самое главное, что внутри перемены произошли большие уже, я не мог уже молиться кому-то еще на стороне, я терпел какое-то это время, но в личной своей молитве, буквально после проповеди Раштегина, когда Библия вернулась в мою жизнь, кстати, в тот же день, когда первый, прочитал первую книгу Раштегина, проповеди, нашел свою Библию, ту первую, старую, и на русском языке, и, значит, открыл ее, и, представляете, от волнения даже не мог ничего там прочесть, и слышу голос, тихий голос, я не псих, знаете, вот, ну, это как будто моя мысль, но это явно не моя мысль, я же не дураком с собой разговариваю, знаете, вот так вот, а здесь говорит этот голос, тихо-тихо, говорит, Сережа, у меня же все там обомлело, все, посмотри, а я смотрю, и в книгу ничего не вижу вообще, реально, хоть бы что увидеть вообще, настолько переволновался, вот, значит, и, представляете, после паузы этот голос, мысль, как бы, продолжается, тебе было все хуже и хуже, ты старался больше и больше, а было все хуже и хуже, знаете, как вот эхом таким, даже, так интересно, я опять сижу, как бы, вот, и, ну, как барана нового рода, знаете, вообще, вот, не могу ничего, не сказать ни за, ни против, ничего, не воздержался, ничего, вот, просто, вот, пытаюсь смотреть книгу, и потом тот же голос, пауза какая-то была, и вот, дальше продолжаю, потому что слово мое, оно ушло из твоей жизни, и все, и вот, откуда пришел, куда ушел, вот, и все, и нет его, но я понимаю это, как в разговоре, интуитивно понял это, как в разговоре, что вот он, знаете, ждет, что я скажу, и я сказал ему, я сказал, я снова назвал его папой, снова назвал его папочкой, я долгие годы этого не делал уже, ну, с 87-88 года, когда остался служить в храме, священник там, я ему рассказывал все это, о своем опыте, вот, я Бога называл только так вот раньше, потому что, ну, он сам начал, это, после знакомства с ним, общение с ним, вот, с 13 лет от рода, я не мог его по-другому назвать, только он был моим Бог, мой Бог, и мой папочка, папуленька, папенька, я только так его называл, вот, и, а здесь, как бы, эта фамильярность, мне священник объяснил, что нельзя так вот только ава, вот, что там, ну, это раз написано, но вот ава, но, опять-таки, сегодня я бы объяснил бы уже этому священнику, конечно, что ава, это буквально переводится ава, да, папочка, папуленька, папенька, по-украински татузь, татузь, вот, и отче, это слово, опять-таки, славянское оставлено, а там, это по-еврейски авину, ава, ави, буквально, ава, авину, авину, это отец, отец, папа, вот, папа, да, насчет, а вот, именно, да, вот, авину молкейну шеба шамаим, отец нашей царь, который на небесах, многие молитвы, еще известные до нашей эры, до Иисуса Христа, они, вот, имели, вот, такие же слова, тоже, авину, балкейну, да, отец наш, царь наш, да, шеба шамаим, 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 это, как раз, вот, шамаим, небеса, небеса, вода, моим, на иврите, моим, моим, ваше здоровье, кстати, вот, когда вода, она в стакане, допустим, да, возле меня, вот, то, по отношению к этой воде, я могу только слово употребить еврейское этану, этану, то есть она возле меня, близко со мной, рядом со мной, но когда я пью ее, эту воду, да, то уже слово эману, слово, эману, оно не просто возле меня, не просто близко со мной, нет, эману можно так перевести, рядом со мной, но буквальный перевод, именно, выпитый, съеденный мною, частью меня ставший, вот, эману, поэтому, когда эману, эль, да, переводчики переводят обычно с нами Бог, обычно так переводят, потому что это, как бы, классический перевод, как бы, так принято переводить с древних времен, так понимать принято, потому что чудно для религиозного сознания, для религиозного мышления, неважно, как вы, конфессии, чудно выпить съесть Бога, мы знаем, что после той проповеди от Иисуса ученики даже ушли, даже, в 6-й Мавиан, да, потому что, ну, как бы, хотя он предупреждает, говорит, что, что не поймите люди меня, поймите люди добрые правильно, что я, то, что говорю, это дух и жизнь, это не поймите буквально, пожалуйста, но, как бы, не убеждая, все равно люди поняли по-своему, и ушли. Церковь опустила, осталось там 12, ну, и у тех, видимо, на лицах был вопрос, что даже он им предложил, ну, как бы, я не обижусь, если вы тоже уйдете. Вот, вот так, вот такие проповеди были. И, понимаете ли, есть тело и кровь Христа, некоторые понимают это, что идет речь о причастии, это и правда, и неправда, и да, и нет, как бы, да, ну, это... Можно и так объяснить, но все гораздо серьезней. Даже не о таинствах идет речь, даже не о хлебопроломлении, а о буквальном, действительно, я и он одно. Я и он, мы одно. Мы одно целое. И это самое великое таинство. Христос в нас, упование славы. Самая великая тайна, сокрытая прежде, в веках, от народов, в еврейском народе, единственный народ на планете, который более или менее знал об этом, это был еврейский народ. От язычников было сокрыто на тайна вообще. Вот. Но, кстати, до Христа еще, до Иисуса, до нашей эры, как мы говорим, тоже в Израиле был тоже золотой стих из Писания, будем так говорить, да, вот как сейчас вот у Новозавета верующих, у нас, Иоанна 3,16 есть, да, допустим, да, вот, «Ибо так возлюбил Бог мир», мы говорим, да, вот, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть стих, раскрывающий всю Библию, как бы, да. Вот. Но в те времена, до нашей эры, тоже мудрецов спрашивали, дайте нам стих, который бы открыл Тору, открыл пророческие писания, все писания еврейские, сделал бы их понятными. Один стих. И самое интересное, две школы было в то время, основных школ, богословских таких, можно выразиться, да, школа Шамая старшего, да, и школа Гелеля. Вот, времена Христа, как раз, они были, их спор был самый такой был, экстремальный. Вот, значит, и школа Шамая, они мало что известны, потому что она во многом похожа на христианство, в современном виде. Да, значит, и о рождении свыше, допустим, Шамая учил еще за много до Христа, до рождения Мессии. Вот, и поэтому, когда Иисус разговаривал с Никодимом, Он не говорил Никодиму, что, послушай, ты сейчас, я расскажу тайну, учения, которые вы не слышали никогда раньше. Нет, Он сказал, что ты один из учителей Израиля, раз я об этом не слышал. Конечно же, все об этом говорили, все, кому не лень. Вот, значит, Но, судя по репликам и комментариям таким извителям Никодима, он был ярким представителем школы Гилеля, который ярко не соглашался, как раз такими же словами, что Гилель как раз к Шамая обращался, что я должен снова в утробу матери залезть и снова родиться, о чем ты говоришь вообще? То есть, как бы, в принципе, спор Гилеля и Шамая, он снова в разговоре с Никодимом Иисуса, он всплыл. Опять-таки, конфликт этот, богословский. Но Иисус, он пошел дальше, намного дальше. Он раскрыл тайну Башеха, тайну самого себя, тайну Христа, что рождение происходит через него. Удивительное чудо. Вообще, это отдельная тема просто, друзья. Так вот, и школа Гилеля, и школа Шамая, они спорили, надо-не надо, даже по обрядам, даже по традициям разным. Современный иудаизм, классический современный, артодорсальный иудаизм, это продолжение школы Гилеля, будем так говорить. Ну, классический. По традициям многим, их не перечислишь. Это тысячи и тысячи традиций, сохранившихся, которым начало как раз школа Гилеля. На Хануку, допустим, даже возжигают светильники, каждый день новые светильники зажигают. А в школе Шамая, наоборот, зажигали вначале весь светильник, всю Ханукию, а потом тушили по одной каждый день. Вот, значит, ну, были свои традиции, были, ну, даже обряды были разные, даже обряды, ну, я уже не говорю о учениях. Вот, но самое великое, что Шамай, старший и потом младший, тоже провозгласили, это как раз необходимость духовного перерождения, которое от встречи живым Богом происходит. Вот, это самое великое, я считаю, что Шамай сделал тогда, один из учителей Израиля. Настоящий царь был. Правильно. И, так вот, и школа Шамая, и школа Гилеля, самое удивительное, не сговариваясь, в писаниях еврейских нашли один и тот же стих. Пришли к мнению одному и тому же. Это вообще редчайшее. Даже мудрецы говорили, что это вообще единственный случай, когда обе школы сошлись в одном. Один стих нашли. И самое странное, они нашли этот стих в самой странной книге Библии вообще. Шир Гаширим, Песни песней. Книга, в которой имени Всевышнего Бога нет. Если, если еще, Мегилата Старда, книга из Фири есть, в ней тоже нет имени Всевышнего Бога, но там есть хотя бы намек на имя. Намек на то, что Ют Хей Ваф Хей, да, вот, прочитывается, как Егова или Яхта, значит, в русских изданиях. Одним словом, есть намек хотя бы на имя Всевышнего, то в Песне песней не нашли, даже сегодня, с помощью компьютерных технологий величайших, не нашли намек на имя Всевышнего Бога. Самая странная книга Библии, рассказывающая о любви мужчины и женщины. Вот, именно в этой книге, но в этой книге с успокоен веков, и еврейские, и христианские толкователи видели всегда прообраз взаимоотношений, да, Бога и человека. Человек и Бог, Бог и человек. И это потрясающая книга, на самом деле. И вот там есть один из стихов, он звучит, буквально, они, то есть я, да, они, ве-до-ди, ве-до-ди, ли. Синодальные переводчики перевели довольно очень просто, но простота такая, которая хуже воровства. Есть простота, хорошая, есть простота не очень хорошая. Вот дословно перевели так. Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленному и мне. Это хороший перевод, тоже согласен, но знатоки иврита, именно те, кто глубоко изучают библейский божий язык, это кто признает это очень примитивным. На самом деле, вот это ле-до-ди, ве-до-ди, даже для описания супружеской близости, когда и он, и она вместе наивысшее наслаждение получают такому слову. Ом, оба. То есть это означает стих, что я в нем, он во мне. Я всецело ему принадлежу, он мне всецело принадлежит. Я в нем полностью удовольствие получаю, все целые. Он во мне полностью всецело удовольствие получает. И мы слились в одном экстазии, вместе. То есть там разные переводы, но не просто идет речь о принадлежности, нет, нет, а гораздо больше. Я проник в него полностью, он проник в меня полностью. Там, значит, там, вообще это как вот называть еврейское камасутра, вот это вот песни песней, вот, значит, и там если буквально переводить, многие стихи, они, скажем так, камасутра отдыхает вообще. Вот многие вещи, которые переводить там. Вот, значит, но вот это один из стихов таких, то есть, но здесь в этом образе как раз что идет речь? Я в Боге, Бог во мне, и это высшее наслаждение. И его, и мое. Некоторые проповедники пытаются представить Бога, который не получает удовольствия от нас. На самом деле, в этой книге «Песни песней» рассказывается, что он еще больше получает удовольствия, чем мы тоже. Намного больше. Когда мы общаемся с Ним, это потрясающе. И даже на Пасху, так интересно, тоже яйцо вареное на столе, всегда еврейском, на Пасху, но не крашеное, конечно, без этих языческих вещей. А вот, ну, чисто классически, обычно вареное яйцо. А в школе Гелеля обычно всегда, как вот и сегодня тоже рассказывают обычно в Ешивах, значит, это яйцо вареное означает окаменевшее сердце фараона, допустим, значит, или что-то еще там, да, разные толкования есть. Но мне нравится, как в школе Шамая говорили. Когда Шамая очищал яйцо на Пасху, то он говорил, вот, это мы, евреи, да, это вот, это мы. И если мы не прошли проварки, да, то мы, ну что, ну, сопливые евреи. Лишь за счет скорлупы держимся, как бы, да, к ней и все потечет. Вот, но когда прошли проварки, может, крутые евреи уже. Крутые евреи. Вот, значит, а дальше он очищал, ну, с такими этими, всякими притчами. Вот, очищал яйцо и говорит, вот это, то, что белое мы видим, это мы евреи, да. А что же желток означает? Для нас это, это, а, Бог в нас. Когда прошли проварку, Бог в нас. Вот, 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 это потрясающе, там, толкование такие, это не простые вещи, но притчи-то очень хорошие. Вот, и, знаете, действительно, Господь, Он, Он, в нас. Царство Божие внутри нас есть. И оно раскрывается. И мы погружаемся в Него, Он погружается в нас. Иисус, когда Он уходил, Он тоже сказал, предпричастим, это тоже слово пусть будет, Он сказал, кто будет веровать, и крестится, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Тоже, конечно, есть очень примитивное, неправильное, совершенно толкование. Вот, вот, есть игра такая, холодно, тепло, горячо, вот, это совершенно холодно, это Арктика. Многие батюшки, к сожалению, используют такое, неправильное, совершенно, толкование, что, вот, кто будет веровать, и креститься, спасен будет. Но, крестное знамение идет речь, совершенно не из этой оперы. Есть, уже потеплее, толкование, что здесь идет речь, о водном крещении. Это, это не горячо еще, но тепло, это уже тепло, уже так, тепло. Вот, да. Вот, а на самом-то деле, слово баптизу, баптизу, ну, понятно, Иисус говорил не баптизу, говорил на еврейском языке, своим, да, родном, а уже в греческом написано именно баптизу. Но, интересно, баптизу во времена Христа, и лет 300 до нашей эры, и лет 500 после Иисуса, употреблялась в другом значении, нежели в средние века и вот сейчас. Сейчас баптизу в современном греческом языке, это погружение в смысле окунания. Да, это баптизу. Но, раньше, баптизу в старом греческом, в наречии кое, это означало погрузиться и там остаться. Погрузиться и там пребывать. И полностью пропитаться тем, во что ты погрузился. И баптизу не использовали для описания погружения человека в воду, абсолютно нет, в старом греческом языке. В еврейской традиции, твила, погружение в воду, есть такой обряд, допустим, миква делается, в синагогах многих есть миква, допустим, как бассейн, очищение плоти, плоской нечистоты, а мытие, или ритуальное очищение, допустим. Это очень интересный обряд тоже, но это, в лучшем случае, это как в покаянии, допустим, клещение. Но на самом-то деле, баптизу в то время используют для описания, чаще всего, соленья огурцов и прочих овощей. Кстати, малосол баптизу не называли. Любите малосол? Да. Да, но малосол, он в чем имеет прелесть свою? Что он лишь на шкурке сольцу имеет, да, а внутри он похож на своих собратьев по грядке. Элемент такой свежести и солености, сочетание, сочетание, вот свою прелесть создает, такую вкусовую, да, но греки тоже любили малосол, но баптизу не называли его, то есть, а баптизский огурец, греческий настоящий, это какой огурец? Это который прошел полностью просолку, и не просто на шкурке имеет соль, а внутри себя имеет соль, имейте соль внутри себя, да, даже говорится в Новом Завете интересно, внутри имейте соль эту, вот, и он уже и по вкусу, и по цвету, и по запаху, по всему, он от своих собратьев по грядке отличается всем уже полностью, он прошел полностью просолку, и вот поэтому, товарищи огурцы, братья и сестры, будем погружаться в Господа, и пропитываться им, пропитываться, просаливаться, да, и никаких гвоздей, так что будем просаливаться, потому что наша судьба такова, будем солью в этой земле, даже хозяйке не нужно соль, чтобы, допустим, винегрет приготовляется, да, если есть миска соленых, соленых огурцов, порезала огурчики, перемешала, и все блюдо соленое, пусть в блюде белых городов будет много соленых огурчиков, чтобы просолилось все блюдо, аминь, аминь, и наши начальники, подчиненные, все-все-все просолились, да, потому что Господь хочет спасти всех, всех и вся, это его план, потрясающий план, вот, братья и сестры, и, действительно, слова Иисуса, сегодня, если буквально, сказать, вот, для нашей культуры, понятным языком, кто будет, кто уверует в меня, да, и кто погрузится в меня, пропитываясь мною, будет спасен, а кто верует, ну, получается, так и погибнет на грядке мира всего на этом огороде, но Бог хочет, чтобы мы с грядки в катке, Бог хочет, чтобы весь урожай был спасен, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, аминь, слава Господу, поэтому, друзья, просалимся, а вся за это соль, это в самом Боге, чем мы просалимся, пропитываемся им, как наш союз любви, прекрасен, спасибо, Господь, за все, спасибо, спасибо, спасибо за, и это таинство, которое совершаем мы сегодня, хлебопреломление, спасибо за то, что ты благое, человеколюбивый Бог, и ты, действительно, хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, ты есть воскресенье и жизнь, я славлю тебя и благодарю тебя, мой Бог и Царь, благоставляю великое имя Твое в собрании святых, в присутствии Твоих святых ангелов, в присутствии всех собравшихся, здесь благоставляю всех Твоим святым именем, Твоим благоставением, братья, сестры, однажды Бог дал слова благословения, в четвертой книге Моисеевых, в числах, есть слова благословения, в шестой главе, в конце шестой главы, слова, хороший перевод этих слов, на русском языке, но еврейский я бы учил только за то, что им говорил сам Маширяк. Дело в том, что, знаете, многие слова этого благословения на современном русском языке имеют до 70 значений. И самое удивительное для современного слушателя, читателя, что в этом благословении благоставляется полностью весь человек, и дух, и душа, и тело. То есть все сферы нашей жизни и деятельности, если вот так вот проще перевести. А в одном из переводов буквально говорится, чтобы он обратил свое улыбающееся, радостное лицо к тебе и еще радостнее улыбнулся, и еще более счастливее улыбнулся к тебе. Это потрясающе. Я это видел однажды. И я знаю, что это самое удивительное во всей вселенной. Наш мир реальный, он хороший, хороший, благословенный. Им созданный мир, но его мир еще более реальный, и он очень хороший, еще более хороший. И Бог есть очень хороший, очень добрый. Действительно, это так. И пою благословения на еврейском языке и на русском. Пою это благословение, люблю петь это благословение на татарском языке, люблю петь благословение на разных языках, но когда на еврейском пою, я просто знаю, Так что хочу благословить всеми благословениями, которые Бог приготовил для нас. Аминь. Аминь. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своих и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Мишем Иишуа Ганошех. Иишуа Гошехейнум. Во имя Иисуса Христа Мессии. Бог Авраама Исаака Израиля. Бог Патриархов и Пророков. Отец наш, Сущий на небесах, да спятится имя Твое и да пройдет Царство Твое. Благословен Ты в собрании святых. Благословен Ты во веки веков. Благослови народ Своим миром, Своим шаломом. Благослови Господь по богатой Своей милости. Благослови Белгород. Благослови землю белгородскую. Благослови Господь. Пробуди Божия от сна греховного. Пусть Господь, любящий Тебя, Господа, Спасителя Своего, усилится. Пусть Господь просаливается, пропитывается Тобой Твоей любовью. Во имя Иисуса Христа. Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребывается всеми нами. Аминь. 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 Пусть Бог благословит вас, братья, и сегодня совершим причастие хлебопреломлений Евхаристию. И самое главное, это даже не вещество причастия. Знаете ли, даже если это будет вино, которое сделано из виноградников Израиля, да, и хлеб, испеченный там в Иерусалиме, не это сделает причастие причастие. Самое важное в этом причастие то, что Христос в нас. Аминь. Он Господь, Он Спаситель, Он во мне, Он в тебе. И в собраниях какое таинство совершается? Таинство Церкви, да, в чем оно? Что Христос среди нас. Он не только в нас, а Он среди нас во всей своей полноте. Среди братьев, сестер, среди нас. Слава Господу. И знаю самое основное рассуждение о теле и крови Христа. Рассуждаю сейчас. Апостол Павел писал, что в его время была такая же проблема, как и сегодня. Человек, он всегда человек. И свойственно и суетиться, забываться. И он говорил, что очень много благословений проходило мимо людей. И люди не солонно хлебавшие оказывались. Даже совершают причастие, даже на вечерях бывает. И многие болели, и немало умирало. Люди, которые могли бы жить, которые могли бы быть здоровыми, болели. Продолжали болеть. Лишь потому, что они воспользовались вот этим благословением, которое Бог приготовил нам. Пусть сегодня чаша благословения Божьего не пройдет мимо тебя. Прими это от Господа. И важно рассуждать в полном объеме об этом таинстве. Что, во-первых, самое важное, что Он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. Что ранами Его мы исцелены. Первое, самое основное, о чем я говорю всегда. И в своей церкви, и в гостях, когда бываю, совершают это таинство. Что я прощен, я исцелен, я благословлен всеми благословениями небес. Через кровь моего Спасителя, Господа Иисуса Христа. И важна вся правда. Знаете ли, полуправда бывает хуже, чем откровенный ложь. Порой бывает хуже на самом деле. И если человек верит, что грехи все прощены Его, это хорошо. Но это еще не все оказывается. Это полу лишь правда. А вся правда в том, что и болезни, и немощи Он понес на себе наши. Вот в этом вся правда заключается. Поэтому не пропусти сегодня благословения все. Я рассуждаю сегодня о теле и крови Христа. И рассуждаю, что не только грехи все прощены твои. То, что были, есть, будут полностью. Человеку, живущему во временном измерении, конечно, чудно. Странно все это, конечно. И я сам такой. Мне тоже чудно. Порой задумываешься и удивляешься. Надо же, как же так. Вот это да. Меня еще не было в проекте по-человечески. А Он уже любил меня и простил меня, взял и простил меня. Я еще и даже не знал ничего абсолютно. А Он же все знал абсолютно. Вот это да. Уму нашему непостижимо. Ни человеческому, ни ангельскому. Но в этом-то и вся прелесть. Можем доверяться Ему, как своему отцу, как своему папочке. Слава Господу. И пусть Бог благословит нас в этом таинстве сегодня. И тело Христа, кровь Христа, сегодня это ты и я. Сегодня это мы. Сегодня это Он среди нас в этом таинстве. Аминь. Помолимся, да? Помолимся вместе. У вас маца используется. У нас тоже обычно маца. Маца это очень простой хлеб. Ничего лишнего вообще. Абсолютно. Никакого поражения. Если квасные, допустим, куличи, те же самые. Это образ порога, лукавства, закваска. Все это означает как раз много. Символизм. Я имею символы сами. То маца, она очень проста. И она означает святость, чистоту, праведность. Ну, согласно Слову Божьему, как раз вот так оно и есть. И наша Пасха, это сам Христос. Это как образ самого Христа. Маца это не только на Пасху. Это не только внеогресночные. Это для нас, новозаветных верующих, это образ самого Машеха. А образ самого Христа. Спасибо, Господь, за все. Благословен Ты Бог наш, давший нам хлеб из земли. И давший нам плод виноградной лозы. Благословен Ты Спаситель наш, Господь наш. Возлюбивший мир и отдавший Сына Своего за нас. Да во всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Бесконечную. Счастливую, пресчастливую. Спасибо, Господь, что ранами Твоими мы исцелены. Кровью Твоею Святой прощены, исцелены, благословлены всеми благословениями небес. Пусть это вечное и великое в малом и временном свершается. Господь, спасибо Тебя. Благодарю Тебя, Бога Святого. Благодарю Тебя за это таинство тела и крови Твоих. Благодарю Тебя. За Голгофу, за кровь, мы Тебя благодарим. За Воскресенье Твоё, за победу Твою, за Голгофу, за кровь. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, Бога Святого. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, Бога Святого. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарим за воскресенье Твое, за победу Твою, За жизнь вечную, бесконечную, Жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарим Тебя, Отец, Благодарим Тебя, Иисус, Благодарим, О Дух Святой, За все мы благодарим, За все мы благодарим, Я Тебя, Господь, люблю И за все благодарим, Слава Тебе, Господь. Прими тело и кровь Христа, рассуждая о теле Господнем, о крови Христа. Ты прощен, полностью прощен. Прими это, осознай это сегодня. Пусть это причастие сегодня будет еще большим осознанием. Я полностью прощен, омыт кровью Христа Иисуса, полностью без остатка. Он меня любит, Бог меня простил, Бог меня исцелил, Бог меня благословил кровью Агнца Божьего. Три тысячи триста тридцать один год назад, когда кровь Агнца была на косяках домов наших. Три тысячи триста тридцать один год назад и пять месяцев. Кровь Агнца была на косяках домов. И те, кто послушался и принял это, и помазывал кровью Агнца в косяки, смерть убителей проходили мимо. И сегодня кровь Агнца Божьего Иисуса Христа и Ишуа Машиаха, она не только на нас, она на косяках нашего разума, на косяках нашего дела, нашего служения, на косяках наших домов, наших семей, церквей, на косяках наших улиц, наших городов, благословляем кровью Иисуса Христа, Агнца Божьего. Смерть, пагуба проходят мимо, а благословения заходят в наш дом. Благословения небес заходят в наш дом. Слава тебе, Господь! Присядьте, пожалуйста, буквально одну минутку. Дорога цена церковь. Слава Господу за нашего брата. Глаза тебе, слава Богу! У нас такая традиция, к нам гости на причастие всегда, да, вот приезжают и проводят, это реально огромное благословение. Дорога цена церковь. Я хотел бы, чтобы мы от всего сердца сейчас, у нас так принято, это очень хорошее, есть хорошие традиции, да, которые просто, хорошие дела, которые мы привыкли делать. И я хотел бы, чтобы сейчас группа порядка, Леша, пожалуйста, запусти жертвенник. Давайте мы посеем служение нашего брата Сергея, в него лично, в высвободении на церкви, благословение финансовое. Мы благословляем, брат, тебе, огромное спасибо. И также все пожертвования, которые сейчас мы собираем, это именно мы будем благословлять брата Сергея Абелья. Также хочу сказать, что Сергей еще будет завтра, и мы так сделали, у нас же завтра молитвенное служение в 19.00, но мы так вот сделали, чтобы мы понимаем, что понедельник рабочий день, как бы, да, поэтому мы на 5 часов вечера мы назначаем здесь встречу, уже не будет такое официальное, вот, да, как бы, но Сергей, он движется вообще, ну, я, честно сказать, первый раз я услышал, когда в самом начале христианства, это историю христианства. И, да, вот, Сергей, и он говорит, я бы поучил бы по этому поводу, говорит, если бы Бог позволил, а Бог позволяет, я так понимаю. Аминь. Да, поэтому завтра, кому интересно, мы вас ждем всех в 17.00 здесь, так нормально 17.00 время? Не нормально. Не нормально? Не нормально. Похоже, не знаю. А подходит. На 6 можно? Заработясь. В 18. В 17. В 17 кто сможет, придет. Ну да, мы пока начнем, пока прославим, да, давайте, мы будем иметь в виду, что люди будут подтягиваться, поэтому в 17.00, может пока там пообщение, вопросы какие-то, а вот 17.30 там плюс-минус уже начнем, и закончим это все дело молитвой. Да. Аминь. Все, поэтому ждем вас завтра, на этом лице, на Благосселье Господь. Ну и там, вольте со строителями, сестры просили, может быть, во вторник, сейчас мы там на расписание, может быть, во вторник, тогда Сергей поедет, послужит, строитель, как в домашней, там, в церкви, в домашней группе, вот, поэтому, поэтому планы вот такие, да, все, драгоценная церковь, мы помолимся, Господи, мы благоставляем, от всего сердца, как церковь, мы благоставляем нашего брата, и как ты в слове своем сказал, что и парил, апостол просто обождал, что мы собирали пожертвования, и благоставляли, это и есть благо для нас, как для церкви, как для верующих людей, мы от чистого сердца, мы благоставляем этими финансами нашего брата во имя Иисуса Христа, мы благодарим за эту чудесную встречу, и за предстоящий и чудесное общение, и благословение, и благотачи твоей, Господи, которую ты высвобождаешь напрямую нам, и через нас друг друга, служащих, как братьям и сестрам друг друга, и мы благодарим, и распусти нас с миром твоим, великий святой Бог, Отец, Сын и Дух Святой, Аминь. Брагоценные братья и сестры, чтобы уже не наслаивать, мы обеды на строительство молитвенного дома мы соберем на следующее благослужение, поэтому, пожалуйста, тех, кто сегодня принес, сохраните на следующее благослужение, но у нас даже жертвенников не осталось, ну, чтобы не накидать, поэтому, следующее воскресенье, пожалуйста, приготовьте. Благословение Божие, драгоценная церковь, до завтра тогда в 17, ну, начиная с 17.00, мы ожидаем вас на этом месте, всех, брат Сергея будет учить, да благословит Господь, Аминь. 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 Спасибо. Спасибо. Играет музыка 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 Играет музыка